Охота на пенсионеров. В Хмельницкой области пожилая женщина оказалась на грани жизни и смерти. Почему работница социальной службы планомерно сводила в могилу свою подопечную? И почему вопрос о ее увольнении даже не поднимается? Подробности в материале. В реанимацию Ярмолинецкой райбольницы 67-летнюю Зиновию Пастернак в критическом состоянии привезла скорая. Женщина могла умереть в любой момент, говорят медики. Уровень белка в крови и давление были вдвое ниже гранично допустимой нормы. Пенсионерка уже никого не узнавала и не ориентировалась во времени. Односельчане заявляют, до такого состояния женщину довела работница социальной службы. Вместо продуктов носила пенсионерке спиртное. А когда у той отказали ноги, закрыла в доме на ключ. Носила ей такими маленькими хринками, когда продавали водочку. Так и договорила, что у нее уже алкоголь зависит. Принесу ей молоко, там что сварю есть, поставлю на окно. Я говорю, Наташа, а что такое у меня отшибло? Она мне не давала даже в окно заглянуть. У нас закрыло все окно, где она лежала, газетой. И лампочку выкрутила, чтобы не было света. Люди написали жалобу в полицию и вызвали сына пенсионерки. Заработков. Приехав, мужчина обнаружил. В прошлом году мать оформила завещание. Все отдала соцработнице. Говорит, по телефону она ни разу не обмолвилась о таких планах. Староста села уверен, соцработница умышленно спаивала пенсионерку. Ведь ранее женщина спиртным не злоупотребляла, была хорошей хозяйкой. К тому же не бедствовала. За последний год, не считая пенсии, получила более 30 тысяч гривен за земельные паи. Видно, что она и споила, и та в стане алкогольного спинения не залишила своему сыну. Змейна ничего, а это ее отдала соцпрацернику. Соцработник не отрицает, что приносила пенсионерке спиртное. Мол, та сама просила, а запирала в доме из благих побуждений. Через то, что она не входит, там ходят всякие алкаши, прийдут, забьют бабу. Забудеть, забила, в принципе, мне не потребуется. А как наше? Ну, людина выявила волю. Не просто аморальный поступок, а преступление. Так оценила действия соцработницы ее директор. Но об увольнении речь пока не идет. Я должна сделать расследование четко, согласно своего законодавства. Запад делает, департамент имеет право сделать управление. Что они будут по заявке, которая поступила, возможно, ее не извольнят. А вот полиция уже разбирается в ситуации. Данного факта порушена криминальная права за статьей 135 ККУ. Залишена небезопасность. И приводится подальше переверка. В ходе переверки, если будет что-то дальше заявлено, будут порушены статьи криминальной права. Правоохранители говорят, сроки расследования зависят в том числе и от состояния здоровья пенсионерки. Та сейчас не может давать показания. Пока же на ее имущество наложат арест. Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интер.